Александр Иванович, много уже действительно было сегодня рассказано. Мозг прям-таки воспринял информацию максимально, но все-таки нам, да, для эфира, более-менее кратко в целом, что сегодня, да, 100-летний Филипп представляет из себя Академия. Ну, во-первых, это традиция, преемственность тех научных школ, которые 100 лет назад были созданы, и приумножение тех достижений, которые были начаты в начале того века. И это самое главное. Ну, и, конечно, самое главное достает это люди, это наши студенты, которые сегодня, каждый год, все лучше и лучше становятся. Мы расширяем круг подготовки направлений, мы даем более корректированные знания, это тоже очень важно. У нас величество специальностей, повышается право ГИК, повышается рейтинг-закадемия, это очень дорого стоит. И, конечно, наша наука, наша научная школа, которая не останавливается, она достигнута. Она так и школа, как и экологическая, как и экологические производства. Это замечательная школа экологов, агрохимиков, Веры Ивановны, Титовой, очень востребованные в ее разработке. Сегодня все приходят к тому мнению, что экологическая составляющая производства продуктов и сохранение почв очень важно, чтобы здесь присутствовала коробия. И наши экологические разработки сегодня очень измеряются по всей нашей стране. Это школа, замечательная научная школа Василия Васильевича Сочина, членов и студента Российской Академии Наук. Школа эпизодологов, сохранение здоровья животных, безопасность наших границ, ликвидация инфекционно-опасных очагов заболеваний. Это сегодня, благодаря усилиям этой научной школы, очень много сделано, что сегодня наша городская область, и близлежащие регионы, благополучные отряды инфекционного болезни. Это очень хорошо и очень правильно. Это наши специалисты в области лесного хозяйства. Это новые торта деревьев, ускоренные породы и действительных поймок культур. Это лесное восстановление после пожаров. Это наши экологи, почвоведы, которые работают в плане сохранения почвы и восстановления разрушенных почв. Сегодня очень много направлений впервые открывается. Беотехнология позволяет работать в рамках той лаборатории, которую мы сегодня открыли. Лазерный, где есть лазерный мощный микроскоп, где есть жилая клетка, с которой мы можем работать. Только такой лазерный микроскоп может нам дать возможность эту клетку изучить, и для воздействия различными препаратами на нее. И профилактика таких заболеваний, возможность развития, ускоренное развитие животного возраста с целью эффективной оценки эмбриона и так далее, и так далее. Поэтому сегодня Академия в новое столетие вступает уже с новым забралом, с новыми планами, с грантами, которые мы в этом году получили. Порядок направлены, в том числе и наши молодые ученые. Это рада функционального продукта питания. Сегодня вы посмотрите, сколько разработали наши ученые с факультетами перерабатывающих технологий. Это здорово. Это же уже появляется в производстве. Есть заказы. Идет экспериментальная отработка образцов. И вы видите, что Академия динамики, большой взводел уже на перспективу имеется. Это очень важно. Вот в дополнение такое небольшое. Первый пункт сегодняшнего встречи была вот эта выставка, где можно было наглядно посмотреть разработки. Мне, чтобы просто не ошибиться. Да, вот я запомнила аэропольника здесь еще. Вы как раз... Грибоводство. Да, да. Весоводство. Новые системы подъема воды без электричества. За счет перепадов воды в реках. Это тоже установки, которые сегодня будут востребованы в малом и среднем бизнесе населения. И мы показали новые формы восстановления лесов, ускоренные через селекционный материал, где наши лесоводы отработали те технологии, которые позволяют быстрее заполнить миши, которые возникли в результате пожаров. Вы видели разработки по грибам очень серьезные. И у нас есть заказчики на этой технологии выращивания грибов. И вы видели сегодня новые сорта жемолости. Они проходят государственные сорты испытания. Четыре сорта мухами жемолости. Это ранняя культура, ранняя ягода. Очень много витаминов содержит. Это тоже, собственно, наш вклад в водовольственную безопасность. Это люпин, белый люпин, белковой, который сегодня позволяет выращиванию люпина, позволяет заменять кормовые добавки, привозимые с рубежа. Это белковый, очень ценный, качественный форм для продуктивного жемолоза. Можно получать хорошее качество на молоко и мясо, используя кормовую добавку. Вот это для люпин. Много-много-много. Спасибо вам большое. Спасибо.